Вот касательно чести, Мухаммад бен Сирин, великий муфассир, Тафсир аль-Ихлам, один раз подошёл к нему, который давал толкование с нам, подошёл к нему один из людей и сказал, я увидел человека, я видел, как его волосы, они длинные были во сне, дай мне Тафсир аль-Ихлам, Мухаммад бен Сирин сказал, его посадят. Если я правильно дам ответ на этот сон, то он будет в тюрьме. И потом сказал, я видел тебя во сне. И так случилось, из-за долгов его посадили в тюрьму, Мухаммад бен Сирин, великого учёного, посадили в тюрьму, и он больше не выходил из тюрьмы, и умер в тюрьме. Один раз только выходил прочитать намаз джаназа за Анас бен Малик, потому что Анас бен Малик просил, чтобы Мухаммад бен Сирин прочитал за него салат аль-джаназа, погребальную молитву. И перед смертью он сказал следующее, я долго думал в тюрьме, за что мне это всё. И потом вспомнил. 40 лет назад я сказал одному человеку, о банкрот, и сейчас я сам банкрот, я в тюрьме и умираю в тюрьме. Это касательно чести. Касательно имущества другого человека. Один раз посланник Аллаху подошёл, один из подвижников спросил, сказал, говорит, один день я им не додаю зарплату, один день они не дорабатывают, не заслуживают мою зарплату. Тогда Пророку сказал, тот день, где ты им не додаёшь, они с тебя возьмут в судный день, а то, что они тебе не додадут, ты с них возьмёшь в судный день. И он заплакал. И Пророку сказал, почему он плачет? Он не читал аят, где Аллах сказал, в судный день мы установим весы справедливости, и ни одна душа не будет притеснён. И потом Аллах сказал, даже если он с пылинки сделал чего-то, забрал чужое, то есть мы приведём это, заберёт это. И достаточно в качестве тех, кто будет спрашивать, нас указывая на своё величие, и хорошо, слава богу.